Мы приняли хартию, мы приняли меморандум, который называется «Я люблю Сочи». Любить Сочи – это значит и вести здоровый и позитивный образ жизни. Разговор с учениками девятого класса средней школы номер 25 шел об их досуге. Вначале глава города выяснил у школьников, кто и чем занимается в свободное время. Оказалось, что почти все подростки, как говорится, при деле. Кто-то посещает спортивные секции, есть те, кто увлекается рисованием или музыкой. И так должно быть в каждом классе, подчеркнул мэр на встрече с директором этого общеобразовательного учреждения. Давай мы собираемся, Ольга Николаевна. Задача сегодня только одна – это используя всю материально-техническую базу, которая у нас есть. И прежде всего это во внеурочную, чтобы вы не положили все на руки школы. Мы наоборот хотим, чтобы как можно больше детей, и особенно тех детей, которыми не занимаются родители. Чтобы их отправить в спортивные школы, чтобы их отправить в музыкальные школы. То есть использовать всю нашу материально-техническую базу всего муниципалитета. У каждого сочинского школьника теперь два дневника. В одном – оценки учителей, другой – заполняют родители. Мама и папа должны вносить дневник, информацию о том, чем занимается их ребенок после занятий. Ежемесячно с этими записями знакомятся классные руководители. Если родительский дневник не заполнен, это тревожный звонок для педагогов. Такие факты незамеченными не остаются, отмечают в Управлении по образованию и науке. А вот анализ записей, внимательный к своим детям родители, дал возможность педагогам к 1 сентября сделать анализ занятости сочинских школьников. Из более чем 45 тысяч детей почти половина посещает учреждения дополнительного образования. На втором месте по популярности у юных сочинцев – спортшколы. Остальные увлекаются творчеством. Ничем не занимаются в свободное от урока время около двух тысяч юных жителей курорта. В беседе с директором школы номер 9 мэр заявил, что к концу этого учебного года последней строчки в этом списке быть не должно. Ответственность за выполнение этой задачи ложится на педагогов. Есть у кого-то такие реальные люди, которые занимаются в школе дополнительными комиссиями. В спортивном школьном кумбе 60, в 300, в 36, в 396 человек. Это примерно 20 пациентов. Это реальная цифра. Глава города подчеркнул, все данные о занятости детей должны быть реальными. Приписки недопустимы. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.